всем привет поехали мы ватчин знаете что мы сделаем мы то мы сейчас заберем чтобы нам не торопиться иначе не не отдают даже хотя мы насти написали доверенность что она может забирать сказали нет нельзя только встанет сейчас только 11 так мы потом как будем торопиться ехать мы сейчас ее заберем да и все совершенно забираем да потому что никак приехали мы ватчинск помоем обувь новое дело так переживает что надо обувь и помыть приехали мы стоим где кровь берут соседка таня поехала с нами ей не хватает до почетного донора два раза сдать а у нас приезжают так редко она сказала раз в квартал по моему ну то вы знаете что у нас настя тоже сдает единственно сейчас после родов таня говорить от не знала надо чтобы год ребенку было только после этого можем сдавать они говорили а там много льгот и запомнила какие сейчас подождем таню она говорит город совсем не знает поэтому мы ее подождем потом поедем покормим женичку потому что пластину поставят муж скажет нельзя есть и тому мы с собой тоже взяли ну вы знаете почему мы тому взяли потому что никому нельзя забирать да спала спала все будем ждать но портится то точно дома я что-то вижу еще в обуви скачешь по креслу быстро слезла куртки снимите жарко так тумы можно снять расстегнить можно надо это пап надо открыть немножко двери папа наверняка вот эту совсем жара ну тоже немножко откроет кипяточную вову томас больше не лазь один обратно он не сильно холодно сильно много все вы достаточно одной и вот это и о магазин семья помнишь папа мы как-то приезжали сюда может скоро весь начинку будем знать хорошо все приятного аппетита дорогие мои зря мы приехали пластина не готова хотя сам сказал приезжайте пятого или шестого короче ничего не готова сказал в пятницу можно до все поедем мы домой ну ладно прокатились они узнать ничего номера телефона нет ничего нет то я была уверена обычно назначить и все хорошо пойдем тут прям лужа не буду получше все равно говорит у них света не было он конечно не сам делает он куда-то там передает тут же в поликлинике мы ходили как он называется технику который делает эти пластины и он сказал нет ничего не готова ладно пятницу теперь приедем не готова ничего говорит света у них не было пришли не пришли пошли домой машину не загоняли надеюсь сегодня хоть удастся нам съездить до ларисы вещи там пособирала да обувь надо отдать вот кто-то дома ухаю лишь открыто пойдем я не правда из че написала 300 380 370 370 как ты думаешь хорошо я посмотрела как будто как не написал не очень хорошен хорошо у меня стуба основная часть 200 250 у меня на часть 200 и вывод там течет на него это что-то ну молодец 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 сам сочинение да все дома придумали девчонки сами наклейки делать же это много что-то по нас делал но вот это я сама сделать девочки пытаются уже сами сделать молодцы молодцы так как красиво получается красиво у нас 3 единорога в доме жили 4 единорога одна маленькая спать наверное захочет Сонечка ты спать захочешь а маленькая а а Настя Сонечка смотря какая мименькая наклейка получится угу не 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 Голос смеется иногда. Кстати, еще на той неделе налоговый вычет сдала. Ну вот, по зубам Дарине и Саше. И Вася говорит, надо будет сходить, там галочки где-то поставить, подпись может дать, еще что-то. Но это завтра пойду. Вот. Ну, все равно, знаете, немалые деньги. Конечно, на руки никто это не переведет, но, по крайней мере, налоги будут опорильны. Столько она всего насадила. Говорит, где-то уже огурцы. Тут у нее и цветы, наверное, и все. Я нынче ничего не садила. Вася запретил. А то, говорит, останемся. Я специально палочки приготовила Ларисе привезти. Вот здесь вот у нее еще. Вон уже огурцы цветут, даже огурчики уже. Но у нас рано, рано, рано. Ну, Лариса первый год, поэтому очень рано посадила. Вот тоже, видите, уже все покурчается. Надо вот завести. Лариса говорит, девчонки, ребятишки не ходили сегодня в садик? Что-то раскашлялись. Да? Раскашлялась? Да. Ну, завтра в садик пойду. Всем привет. Угу. Андрей там. Здрасте. Готовят овечкам, собирается кормить. У вас пока только овцы и куры, и все, да? Да. И Сеня тут, ну это, там корова сбежала, тут гоняют под нашими окнами. Я все вот на смотрю, как они гоняют. Это Андрей идет потом, ну что следы говорит. Я говорю, я корову домой привела. Понятненько. Лариса очень хочет, но Аша, Света ругается. Не надо пока тебе ничего. Корова есть, хватит. Ну, я же дома. Сашенька сходила один раз в школу. Представляете, она насквозь, насквозь обувь мокрая. У нас около школы огромная, преогромная лужа. И вот как детям обувь давать? Она насквозь мокрая. Прикиньте, ребенок ходил весь день в такой мокрой обуви. Ой, я не знаю. Завтра в резиновых сапогах пойду. Что делать? Так она может заболеть. А не папа, они полностью мокрые. Полностью. Вот у нас так весна и осень. Мы постоянно моем обувь. Постоянно сушим. Ты где была? В воду еще. А, как куром борел? Да. Я только грязно. Мы сегодня уже стирку на улицу повесили. Надеюсь, высохнет. У нас плюс 12 обещают. Чтобы дома не сушить. О, видите, кто у нас тут пылесосит? Тома? Я говорю. Ах, ты маленькая умница. Все, пылесосит. Продолжают. Свои поделки сделаешь. Я вот тебе сделала, а вот папе. Так ты папе сделай пэ аниме. Ну, я почему-то хочу сделать такое. Ну, ладно. Ну, все, молодцы. Сегодня у нас будет очень короткое видео. Девчонки тут все. Мы сейчас будем прощаться с вами, наши дорогие зрители. Уж сколько нас снимали, столько нас снимали. Я немножко расстроилась. Знаете, из-за чего? Из-за того, что вот так вот у нас получилось. Поехали мы с Женей пластинку ставить, а там даже ничего не готово. Вот как так назначают? Ничего не позвонили, не предупредили вас? Не знаю. Никому ничего не надо. Подумаешь, там весь день потратили на это. Немножко расстроилась. А ты что тут говоришь? Тоже к сканатологу ходила? Шепляшка. Ничего, я нормальная. Я свои зубы сюда сделала. Ну, надо привыкать. Пусть так будет. Ну, я сама чувствую. Она все даже не заметила. Ну, я заметила как-то. Давайте говорите пока. Всем пока. Всем пока-пока. Да, до свидания, до завтра. Завтра, может быть, нормально сниму. Сегодня прям расстроилась, честно.